Привет, это канал Tina Bros, вяжу тебе носки, и сегодня мы с вами посмотрим мою пряжу, новую пряжу, которую, ну, что-то я купила, что-то мне подарили, что-то мне прям подарили, я офигела, что-то мне везли прямо с самого Питера в Тюмень для меня, special for me, вот. Ну, то есть я не могу не поделиться, и это видео прямо для тех, кто вот любит просматривать, пускать слюну на чужую пряжу, я люблю, и я люблю именно, когда это, знаете, не в общем видео, не во влогах, а отдельном видео, то, что когда ты хочешь зарядиться вот этим, ты идешь и смотришь, потому что когда это в каждом влоге, я иду и покупаю пряжу, потому что меня же не предупреждают, типа, дисклеймер, осторожно, здесь будет новая красивая пряжа, не смотри, если у тебя нет денег, или ты там не хочешь покупать, да, потому что смотришь, какой он блогер, а он там, значит, вот я связала носочек, вот я связала кофточку, а тут я купила пряжу, и ты такой, блин, мне тоже надо, и причем не носочек, не кофточку, а пряжи купить, поэтому я решила, что мои покупки такие, то есть я их буду собирать, подарки, покупки, а потом показывать вам отдельно, отдельно в видео, чтобы можно было насладиться прям, то есть почему бы и нет. И знаете, что мне это чревато? Я не могу этой пряжей пользоваться, я не могу из нее вязать, я не могу ее даже разложить красиво, пока я вам ее не сниму и просто держу ее в корзине. Я сейчас покажу, как я ее держу. Вот так, вот так у меня большая корзина, огромная просто, и она вся с той пряжей, которую, ну все, я тут заспойлеривала, просто невозможно. В общем, я вам это все покажу, я вам это все покажу сейчас, подробно расскажу, что, от кого, когда, где. Девочки, и наконец-то после выхода этого видео я смогу что-то с этой пряжей сделать, вязать. А тут, ну, вот так вот, понимаете? Ой, я сама себе завидую. Все, давайте, пойдемте посмотрим. Переключимся на стол, руками в кадре, и будем рассматривать и пускать слюни. Все, давайте. Ну что ж, давайте приступим. Это мое кофе, я его заберу. И мы начнем с первого моточка, просто который у меня тут лежит в корзинке. У меня тут корзинка, она не одна. Вот эта корзинка полная, у меня еще, еще, в общем. И давайте, вот первый моточек мне подарила его Марина. Я Марину возила к Эмвоту, это наша тюменская вязальщица, с дочкой катала, и она мне вот в благодарность подарила вот такой красивый моточек Ализе. Все приедели вязальщица. Шесть рук кобылу чистят. Он такой припыленный голубой, очень красивый. Вот такой у него цвет, 5,22. Раньше их не было, но сейчас, насколько я знаю, они опять появились. Но этот моточек со старой партии, еще на семерочку. Очень мне нравится такой цвет, и такого цвета у меня не было. Так, дальше у меня случилась радостная радость. Я купила вязь. Я купила вязь в двух цветах. Я купила две. В смысле, по два каждого цвета. Они продаются по три, но мы с девочками скооперировались. Я по каждому цвету отдала. Такой, по-моему, взяла. Я не помню, то, какой взял. Все. В общем, по одному цвету я отдала. Что я могу сказать? Это другая вязь. Это не та вязь, которая у меня была изначально. Это другое качество. Это на ощупь другое. Это очень какое-то пушистое. Оно как будто бы сопливей, чем та вязь, к которой я привыкла. Не знаю. У меня такого цвета, к сожалению, такого цвета у меня вообще не было. А такой цвет у меня не остался целый моточек. У меня есть разве что клубочек. Я его взяла. То есть даже если смотреть по клубочкам, то они различаются цветом. Этот более теплый. Этот более сероватый. И мне кажется, он темнее. А вот эта ниточка, она более плотная. Да, она тоже тонкая, но она плотная. То есть если ее тянуть, она сильно-то не истончается. Видите? А если тянуть эту ниточку, то она прям хорошо. У нее хуже крутка. Она какая-то вся пушистая. У нее этот мех торчит. В общем, я не знаю. Столько народу из-за моей рекомендации купили эту вязь. Но это другая вязь. Это другая партия. И я не могу вам сказать, что она будет настолько хорошая, как вот эта моя вязь. Вот эта вязь очень хорошая. Но с другой стороны, что же делать? Купить? Купили, повяжем. Но она стала как будто бы мягче. Она более шелковистая. Но я ту вязь любила за то, что она такая, знаете, шерстяная. Ну ладно. Я чуть-чуть расстроилась, но совсем чуть-чуть. С другой стороны, знаете, там за сколько? 550 рублей за 300 грамм. Ну это же смешно. Правильно? Пойдет. Пойдет. Дальше мне на 8 марта подружка подарила два моточка. Два вот таких классных моточка. Это у нас газа у бэби альпака. Мне подружка на 8 марта подарила. Смотрите. Не шуми, блин. Я же кружочек снимаю. Красота какая. Это можно шампочку связать. Газал альпака у бэби альпака. И чай. Ну вообще, понимаете, вот так вот. Меня подруга вообще не вяжет. Она вообще не вяжет. Вот она подарила. Моя. Он, смотрите, ходит в моих носах. Носках. В моей кофте. Вот так вот. Человек ценит, любит, носит. И ждет. И ждет, и пряжу дарит. Это ли не счастье? Вот такой. Это прям молочный шоколад. Такой приятный. Цвет вот. 46002. И это 50 грамм. Вы видите метраж. Честно, пока не знаю. Она такая же. Цвет другой. 46007. Метраж все так же. Это такой припыленный розовый. Такой, знаете, поросячий розовый. Но вот который он такой более припыленный. Я подумала, что можно связать шапку двухстороннюю, лицевой гладью, от макушки к макушке. Было бы неплохо. Вот. Но сейчас уже не сезон. У нас уже довольно тепло. На следующей неделе более того обещают плюс 17 градусов. Ну, как бы какие шапки. Шапки уже вязать-то сильно и не хочется. Вот. Поэтому, видимо, будут лежать до осени. Но красиво. Мне нравится. И это было приятно. Мне нравится, что моя подружка наносит мое вязаное. Она постоянно благодарит меня за вязаное. И вот она еще и дарит моточки. Дарит пряжу. Хотя сама она вообще никак не вяжет. Вот совсем. Совсем-совсем. Итак, дальше. Это будут подарки от этой же подружки. Она у меня ездила, летала в командировку в Питер. Вот. Куротка. О моих приключениях в Питере. О моих приключениях в Питере. И, конечно, она мне привезла оттуда пряжу. Пряжа из Тухэнса. Очень хорошая пряжа. Вот она. Смотрите, если вдруг кому надо. Это Молчание Игнят. Такая пряжа. Эту пряжу она мне подарила. А я что-то все убираю? Да. А давайте мы ее поставим, чтобы у нас задник красивый был. Что ж я пряжу-то убираю? И стол пустой, да? Ох, плохая хозяйка. С пустым столом. Разве так можно? Вообще нельзя. Вот другое дело. Так. Еще одна пряжа от нее. Это уже бобинная. Это... Давайте посмотреть. Это у нас Ланагата Гармони Хармони. И стопроцентный Вернос Экстрафайм. У меня тут 100 грамм. Хватит либо на подмод. Потому что тут полторы тысячи на 100. Либо хватит на шапочку. Вполне себе. 100 грамм. Очень он приятный. Он какой-то бежево-розовый цвет. Такой цвет очень приятный. И вообще ниточка сама по себе очень приятная. Это все было куплено в Two Hands. Если я не сказала. Еще одна носочка. Но эту носочку уже купила я. Ну, она мне купила. Но... В смысле я ее купила. Сама себе купила. Сама себе купила. Сакура Матсури. Это, кстати, и тот, и этот цвет у них еще имеется на сайте. На сайте Two Hands. Поэтому, если что, имейте в виду. Вот. И эту носочку я подарю Ксюше. Так решила, что... Она мне помогла с кардиганом. Почему бы человека не порадовать? Вот. 100 грамм. 100 граммовой носочкой. Это еще не все, конечно же. Что же я вам отдельное видео записывала бы, если бы это было все. У меня еще от Алены. Вот такая Фуксия. Я падкая страшным делом на... Сейчас на все розовое. Алене... Это моя подружка, которая делает маркеры. И не только. Еще украшения. Она, в общем, не взлюбила Артисан. Вот так вот. Ой, извините. Сейчас только что Артисан просто на нас покусился. И его бы еще нашла. Так вот. Ей не нравится Артисан. Она считает его сопливым, тонким. Не знаю. Не знаю. Я Артисан люблю. Мне Артисан нравится. И, в общем... Я сначала планировала у нее купить его. Но она сказала, что ничего не надо. Никаких денег не надо. Ой, говорит. Забрала я, слава богу. Поэтому... Это я забрала себе. То есть, ну, она мне подарила. Дальше. У меня еще случилась покупка. Это уже тоже я сама себе купила. Но вообще, вот ту пряжу я думала, что я действительно кому-то подарю. Почему бы и нет. А эту пряжу я брала себе. И у меня уже есть такая. Одна. Вот. У меня... Я даже вязала носки там. Пяточка и... И резиночка. Из нее была. Очень такой приятный цвет. Цвет, цвет, цвет. Вот. Это, кстати, по-моему, моток как раз тот, из которого я вязала. А новый я моток, видимо, я их перепутала. Они лежали вдвоем. И я просто взяла не тот. Но разницы нет. Тот просто новый моток. Он абсолютно такой же, такого же цвета. Потому что один такой моточек я подарила Алене, который мне подарила... У нас такое. С девочками очень часто обмен пряжами. Кто-то когда-то кому-то дарит, а потом это как-то возвращается. Вот. Я ей дарила такой моточек, потому что у нее коротенькие носочки. Я решила, что, ну, как бы подарю ей еще, да, что-то. Я ей подарила пасму от Gazal Happy Fit. И подарила вот такую маленькую. Я думаю, ну, ей точно на ее микро-носки хватит. У нее там 35-36 размер. И вот как бы она с невысоким багом там не дажит. И поэтому, ну, ей 50 грамм прям вот как раз. Вот. А потом я подумала, ну, пряж-то хороша. Цвет-то хорош. Нужно купить. И вот я купила, как бы, взамен того, что подарила, купила, вот, скажем так, рокировка. Можно сказать, что я просто купила Алене пряжу. А свою пряжу не трогала. Ну, если, если девочки с пряжной бухгалтерии докопаются, ну, вообще-то она у меня посчитана как купленная, поэтому не докопаются. Так, давайте сейчас я покажу вам свои покупки с Алиэкспресса. Потому что у меня тут вот такие вот заглушки. Это классно. Их тут два вида. Каждый вид заглушек шел по, по-моему, 25. Вот этих маленьких точно было 25. Побольше я не помню, сколько их шло. Но они стоили вот прям до 100 рублей набор. И это очень удобно. Симфони. Шапочку вязала. Значит, сейчас я себе отсыплю. Ну, допустим, вот так. Показать. Это очень удобно. Это заглушка для спиц. Просто потрясающая вещь. Я увидела это у математик вяжет. Математик вяжет, говорит, что это наш Ксюша научила. Вот, просто. Вот она садится. И ее... У меня были колпачки купленные специальные. И они просто слетали. А тут как бы такая конструкция. Фиг она слетит. Вот эти это на размеры потолще. Ну, вот тут у меня тройка. Вот тройка. Четыре. Четыре с половиной. Наверное, надо пятерки. А вот эти поменьше, они... Я использую их на носочные спицы. Они вот прекрасные. Тоже. На тройку они вот. Можно, но будут растягиваться. Это ли не чудо, ребята? Вообще прекрасно. С учетом того, что это стоит гораздо, гораздо дешевле, чем стоят специализированные такие заглушки, которые нифига не держатся. Нифига они не держатся, эти заглушки. А вот эти держатся просто прекрасно. То есть, получается, 50 таких штук мне обошлись, ну, там, 200 рублей. Меньше, чем 200. Да, ну, вообще, если у вас мало процессов, то вам и одной упаковки такой хватит. Упаковка стоит что-то там. Вот маленьких упаковка стоит, ну, что-то около 70, по-моему, 80 рублей. Ну, прям дешево, понимаете? Прям дешево. Так, это еще не все. Дальше покупка с Алиэкспресса у меня была... Я купила сердечки карабины. Я сразу показываю вам на примере использования, скажем так. Я вот такие вот сердечки карабины купила с Алиэкспресса. Они стоили что-то вроде 100 рублей за 5 штук. Вот, очень они красивые. И вот так я их использую. То есть, это вообще не замысловато. Вот просто вот так. То есть, если не надо достать, я вот так беру. Это неудобно делать на камеру. Короче, вот так и достала. Все, и они так и хранятся. И, конечно, я их раскидала по цветам. То есть, розовый к розовым. Ну, вот так вот. Я заказывала цветмикс. Ссылки я скину на вот это вот все в своем телеграм-канале. Вот, смотри, тут сейчас будет QR-код. Вот тут вот. Вот это вот. И под видео, под видео внизу будет еще и ссылка на мой телеграм-канал. Ну, как бы, если что, вдруг. Вот, в общем, это очень удобно. Очень красиво при этом. И у меня всегда есть вот пустой. Пустой коробильчик для того, чтобы если я куда-то пошла на выход, на вязальную встречу, я туда просто маркирочки насаживаю. Те, которые мне нравятся больше всех. И все. И пошла вот так вот. Это пять. Один я покупала в магазине. Он стоил вообще 60 рублей за одну штуку. А тут я 100 рублей за пять штук купила. И пришли, я убедилась, что они точно такие же, хорошего качества. И заказала себе еще, еще пять штук. Вот, потому что, ну, наверное, тут какие-то карабины придется девчонкам дарить. Ну, вот, допустим, два желтых у меня задваиваются. Ну, я бы подарила, конечно, желтый. Так. С Алиэкспресса покупки. Это все. Это все. Но с покупками, конечно, еще не все. Мы скоопилировались с Екатериной и купили тросики. Тросики были, они не с некрутящимся стаканом, фиксированные. Вот тут написано. И тут вы видите, что они типа 80 сантиметров в две штуки. Но мы купили 80 сантиметров и 60 сантиметров. То есть я купила 80, Катя купила 60, и мы просто тросиками обменялись. Да, потому что зачем два одинаковых тросика? Сейчас я раскрою и покажу тросики. И содержимое, конечно же. Еще аксессуары. Вот только ради этого я, знаете, наверное, купила. Потому что вот это очень красиво лежит. Вот это вот не потеряешь, потому что это можно с собой взять. Он большой, такой ключик. Конечно, он не потеряется. Его можно оставить на рабочем столе. Его можно взять с собой. Заглушки тоже большие. И тоже тяжелый. И фиг их ты потеряешь. Вот. Тросики у меня затевались все ради того, чтобы заиметь в своем арсенале золотые стаканы. Потому что есть базики. И они с золотым этим... Ну, стаканом похочатся. И там, и тут стаканы. Вот. Они не крутятся. Они фиксированные. Но они, слушайте, стоили 600 рублей за 2 штуки. То есть, как бы, я считаю, 300 рублей и за такой тросик мне, в принципе, я вяжу в круговую. Мне не вязать манджи-клупом. И мне... У него нет почти памяти. Видите, он был скрученный, но он почти вот выровнялся. Мне кажется, что эти тросики очень даже хороши. Прям очень даже хороши. Поэтому я вообще в целом довольна. Потому что за 600 рублей опять же ты получаешь 2 тросика, 2 заглушки и ключик. Классный ключик из дерева. Итак, сейчас будет новинка. Я давно хотела себе купить еще. У меня одна всего лишь носочка. Хлопковая летняя оригия. Я недавно приобретала. И в прошлом видео из пряжи у меня есть. В общем. И тут, конечно, я увидела новинку Адлантс-ду-Норд. И мне, значит, надо. Я хотела там через Юлю купить. И с пяти мотков просто там как бы моток столько стоит. И столько же еще будет стоить доставка. Поэтому как бы сильно невыгодно. А вот. А Юля бы мне купила и отправила. И там отправила бы, конечно, не только один моток. А посылку мне. И мне уже как бы было бы гораздо, конечно, по доставке выгоднее. Вот. Но пришло... Эта носочка пришла в наш магазин в Тюмени. Так теплей, по-моему, магазин называется. И я там сразу просто вот в первых рядах сразу забрала эту носочку. Ну, в смысле, отписала, что давайте мне... Я взяла три мотка. Моток идет по 80 грамм. Но они, девочки, они такие красивые. Вот так это выкладывается. Я еще посмотрела фотографии, где... Ну, вот, реальные фотографии, да? Где носки на моделях. И это просто... Смотрите, цвет 106. Моток стоил что-то 650 рублей за штуку. Я купила три. Раскошелилась. Не планировала. Ну, знаете, тут как с этими... С молоком и яйцами. Вот раньше мотки по 100 были грамм. А теперь у них так вот метраж. И видите, 80 грамм. 80 грамм! Ну, это вообще... То есть, я считаю, что это просто крохоборство. Так, второй моток вот такой нежный, такой красивый, такой прям... прям девчачий. Вот так он выкладывается просто великолепно. номер 101 цвет, точнее, да? Ну, это просто, я не знаю. Ну, вообще мне все, конечно, вот там мне нравятся все цвета. Все цвета просто. Я прям кусала локти. Мне хотелось всем. Вот это, это просто что-то с чем-то нереальным. На самом деле на фотографии вот эти вот, оно не отображает вот полной красоты. Вот когда я смотрела реальные фотографии на модели, там была красота. и так в мотке видно, что здесь фотография такая, знаете, она более грубого оттенка, а тут они такие просто нежные, знаете, это вот цветущий пион какой-то. Это очень красиво. Очень. Вот. Три мотка и я такая счастливая. Все, у меня кончилась одна корзина. Вот так вот, да? Одна корзина кончилась. И мои покупки на этом кончились. Какие-то подарки, которые были местные в Тюменске, тоже кончились. остались подарки, которые вообще были для меня неожиданностью полной. Ой, я офигела так, офигела, да, скажем так. Ну, ладно, что я буду оставить? Вот у меня такая посылочка. Посылочка у меня пришла со СДК от Кати Гуровой. Екатерина просто я не знаю. То есть она, ну, у меня слов нет, одни слюни. Потому что, да потому что я сейчас покажу, и вы просто будете слюной это самое давиться. Давайте, давайте, я покажу, что же я вам в оставлю. Смотрите, вы же знаете, что люрекс это вот прям мое. Вот такая лана Гросса с серебристым люрексом. Она очень красивая. Моточек 50 грамм. Вот, смотрите, цвет. Так, проблемы с фокусом. Номер 29-14 цвета. Это просто какая-то красота. я поняла. У меня вот это великолепие все забирает на себя. Поэтому сейчас мы вот так сделаем. Это такой приятный зеленый, прям он такой приятный, девочки. И у меня таких два моточка. Два, то есть полноценные 100 грамм. Понимаете, это вообще ну просто вот как бы я не могу. А дальше смотрите, это носочка бобильная. И она тоже идет уже с люрексом. Представляете? Она такая красивая. Она такая красивая, что я не могу. И вот она у меня уже отправится вот сто процентов вязаться куда? Она у меня пойдет вязаться в апрель. Ну потому что это очень красиво. Она слишком хороша, чтобы просто стоять. Понимаете? Я хочу из нее носки. Здесь нет никаких опознавательных знаков, но я просто знаю, что это носочек. Я не знаю, сколько тут грамм. Я кстати не спросила. У меня никакой записулечки то не было. Ну в общем да. Как-то места тоже не хватает. Дальше вот такой люрекс. Он прям очень красивый. Он непонятно он тут и какой-то рыжий и голубой и синий и отдает розовый. То есть он такой какой-то хамелеон хамелеон и тут на нем вот так вот люрекс лб остаточки от проекта. знаете, для кого-то это остаточки, а для меня. Вы же знаете, это столько носков. Это столько носков просто навязать. это я люблю. Вот это такое я люблю. Вот вам не нужен люрекс? Отдавайте мне. Я прям приму. Так, это тоже еще не все. Я ныла в чате муркнитка. Я увидела в общем у Даши. Даша, все ты виновата. Поняла? Я знаю, что ты меня смотришь. Вот так вот просто. И фуксийная шапка вот все ты виновата. А теперь еще и вот вот представляете мне человек вот это подарил. Я увидела у Даши, что у нее есть такая, ну не прям такая, да, по такому типу, рождественская пряжа, стоковая, с люрексом. И я помню, когда эта пряжа появлялась, я ее пыталась выхватить, у меня ничего не получилось. Я тогда так разозлилась, так психанула и вообще просто решила, что ничего мне не надо, никакого стока я больше не хочу. Вот настолько все было плохо, настолько я хотела такую пряжу. И, конечно, потом завидовала жутко девочкам, которые выкладывали такую пряжу. И когда Даша выложила, я говорю, где ты живешь, я приеду, я готова убить, кого надо убить за эту пряжу. И вот она у меня есть. Вы сейчас офигеете, но чуть-чуть попозже. Вот. Она такая толстенькая, я думаю, что это вот сколько вот, да, 380. Короче, она прямо потолще, чем обычная. Но она красивая, не передать, просто не передать, какая она красивая. Вы просто не знаем. Это очень красиво. Это сток от Натальи. Кто знает, тот знает. Дальше. Сейчас будет раритетный раритет. Я не знаю, вообще, видели вы такое или не видели. Я такого не видела. И то, что Катя отправила это мне, боже мой, это я не знаю, в общем, сейчас я вам покажу. Я это было просто неожиданно. Это что такое, понимаете? Я когда это увидела, я думаю, ну все, все. Это Ализе. Вот такая Ализе. Она не твидовая, она вот такая крапками. И это носочная Ализе. Комфорт сокс. Я значит у Кати спрашиваю, я говорю, Катя, где такая есть? Где ты ее купила? Она сказала, что она купила ее в Турции и такой больше нету. Ну в общем как бы вот. Ну на всякий случай вот вам цвет. Вот так вот куплена в Турции. Теперь это пряжа у меня. И собственно я очень сильно рада. это вообще просто. Она такая знаете нежно пыльно розовая светлая пастельная и такие крапкие рыжие коричневые такие серо коричневые какие-то темно коричневые горчичные кирпичные в общем это что-то очень красиво и это теперь есть у меня вот так вот куда это положить так ну и все от Кати это все но это еще не все чтобы прям все понимаете я уже говорила что я наныла на вот эту вот рождественскую носочку как наныла в смысле я в чате говорила о том что вот я готова за нее убить и Даша она кстати я так поняла что она не знала что у меня типа влог она не знала что я вроде как бы я блогер да я уже могу себя так называть мне все таки тысячи подписчиков вот и она мне написала в личку говорит я тебе подарю она прислала фотографию там был котик а я вставлю вставлю фотографии там котик пряжей она сказала вот котика не отдам а пряжу подарю я не поверила потому что такого не бывает и она сказала я вот победила выиграла пасму и равновесие должно быть то есть восстановлено и значит вот так вот мне вот так повезло я значит пасму выиграла и говорит тебе теперь так повезло типа того и я рассчитывала на моток но вы же знаете вот девочки которые отправляют ну чего я этот моток один повезу буду отправлять платить за этот один моток ну она в общем не один моток положила и это тоже отвал башки во первых тот самый моток это тот самый моток моток я не могу а это просто невозможно покрасиво ой этот моток тоже уйдет у меня ну знаете как это классно я теперь могу один моток типа захомячить а один моток завязать вот так вот я не знала во первых я не знала конечно если бы я знала что мне придет вот этот моток от Кати я не взяла бы этот моток но Катя не даст соврать я про эту посылку узнала уже по факту вот как бы то есть мне уже ехала вот эта посылка и мне написала Катя говорит давай там это и я конечно же не знала вообще содержимое поэтому я имею ввиду что если бы мне эта посылка пришла бы раньше то я ну не позарилась бы вот на эту пряну как не позарилась ну тут если вот человек вот ну как вот вы можете от пряжи отказаться вот вам говорит хочешь пряжу подарю а ты такой не я не хочу у меня такого не бывает ну красиво ну ничего не сказать вот это тоже сток от Наташа у меня теперь знаете сколько столько от Наташи ого-го это еще не все потом значит я хотела шишибрики ну представляете у меня есть люрекса много пайетки а шишибриков не было и тут у нас в пряжной бухгалтерии выплывает кофточка вот с такими шишибриками прекрасными вот это вот нежное нежнете особенно у меня когда сейчас начинается вот это вот болезненно все девчачье розовое вот это вот ой я не могу понимаете и я увидела я говорю мне надо и она мне отправила что вы думаете я это когда вскрыла я посмотрела на эту красоту и заказала себе свалбриса еще одну а я бы еще мялась вот мялась бы и фиг знает бы я когда еще купила купила бы ли или там же мялась надеюсь что я бы купила вот поэтому вот на эту посмотрю ну чтобы прям плечевое связать я прям теперь хочу плечевое то есть у меня есть хлопок у меня есть такой красивый хлопок нежно-розовый и вот туда вот эти шишибрики вот просто отвал всю просто разрыв такой вообще жопу на мелкие кусочки разорвет от удовольствия и это еще не все и это еще не все представляете вот казалось бы она мне еще подарила носочный стол от натальи я предполагаю здесь 100 грамм в кейке потому что он такой тяжелый очень он красивый ну прям понимаете вот цвета мои вот эти вот ой я не могу девять съем это вот ну прям сейчас я одеваю о господи ты боже мой черно чем не остановилась а я говорю девичьи цвета прям весенняя весна желтенькое солнышко такое там зеленая значит такая травка лиловый белый розовый ну просто такая красота нереальная я не знаю вот это все это все просто да подарки такие ой ну с пряжей с пряжей все ну по сути это еще не все ну не совсем у меня еще появились спицы я говорила что я приобрела спицы очень выгодно и это блаша они был я купила их у своей подружки Алены вот такие спицы они не зашли а я их хотела чисто потому что они розовые потому что они девочковые потому что они розовые вот и все тут как полный набор все как бы хорошо они в отличном состоянии а что скажу сразу значит так я скажу сразу что мне не понравились лески хотя я вяжу по кругу мэджиком ну мэджиком на них вообще не повяжешь я считаю мне не понравились потому что здесь довольно такие грубые стыки ну то есть ты прям знаете у меня ну прям вот понимаете о чем я ну то есть стыки есть и так почти на всех лесках ну то есть если большим номером вязать да нет у меня есть лески от книг про нормальные хорошие зачем мне ими пользоваться ну вот они есть и есть может они кстати не все таки напомни все ну да вот ну то есть это же так не должно прям то есть вот вот это место оно какое-то сильно в общем мне не понравилось сами спицы вот чисто знаете тактильно в руке лежат мне даже длина хорошо а не укороченная что не так да что не так короткие вот ладно бы тупые кончики фиг с ним они короткие я привыкла оказывается к длинным кончиком потому что у симфони кончики гораздо длиннее значит жадоров кубиков от книпро тоже кончики гораздо длиннее в общем все деревяшки на которых я вижу у них либо длиннее кончик либо острее и вот этими кончиками я поняла что они сильно там не удобно ну что вы думаете я буду их продавать да сейчас пусть они у меня красиво вот так лежат как говорится жрать не просят у меня так лежат майнфулы они мне очень нравятся но в плане что стыки все дела лежит в руке но они протакают мне палец я не очень люблю железо но вот приходит их время приходит их время и я ими тоже периодически вяжут у меня прям никакие спицы не лежат на месте я из вредности этими спицами провязала образец я понимала что полное я не буду вязать изделия целиком а образец я связала потому что я вредина образец я связала ну потому что надо же на них вязать да вот я связала поэтому вот вообще нисколько не жалею взяла их очень я считаю задешево я за этот набор отдала четыре с половиной тысячи то есть это пятьдесят процентов пятьдесят процентов цены от того сколько он и тогда стоил и сейчас стоил и вообще поэтому пусть он у меня будет меня все вообще устраивает вот такие у меня обновочки вот такие вот у меня покупочки вот такие у меня подарочки что же я хочу ну во первых я хочу вот какой-то из этих мотков я все-таки вот к этому склоняюсь потому что как-то вот у меня вот из этих двух он мне как будто бы нравится больше ну и этот такой с этикеткой пусть он и будет с этикеткой да вот это конечно я буду да я прям повяжу конечно сто процентов я повяжу какую-то вот из этих то есть я из одной повяжу две оставлю до лучших времен и прямо мое сердце разрывается я не знаю из какой носочки мне повязать давайте давайте вы напишите давайте вы напишите давайте смотрим значит это у нас номер 104 смотрите выбираем 104 106 106 номер и номер 101 вот прям наверно даже голосование устрою вот какой-то из этих в общем я хочу связать пока ничего не буду убирать значит обязательно обязательно потом обязательно хочу повязать носки вот с этим юриксом обязательно тоже убираем в корзину я хочу повязать вот эту носочку она я не знаю она она хороша ну хорошо вот это тоже хочу повязать это одно пока мне не хочется именно такой цвет вязать и не очень красивый но цвет пока вот не хочется такой цвет вот я бы летом из этого повязала потому что для меня вот это прям летний летний цвет так ну вот эту я точно оставлю за крома до следующей весны когда у меня опять случится этот розовый бум у меня он каждую весну меня каждую весну мне хочется розовые мне хочется какие-то животные принты там жирафы зебры леопарды тигры вот это все принты это прям вот прям хочется поэтому скорее всего я ее оставлю и конечно я хочу повязать вот эту функцию прямо обязательно я ее привяжу прям обязательно и вся остальная пряжа пока нет а ну вот это вот конечно вот это вот но мне надо хорошенько подумать над конструкцией над конструкцией изделия подумать что же я хочу то ли это будет джемпер то ли это топ но я бы прям связала знаете демисезонный джемпер прямо очень очень красиво вязь я свою показала все больше не пишите мне что вязь есть но спасибо тем кто писал вообще что за меня переживали мне очень много кто писал что кристина появилась связь беги беги покупать вязь я просто сразу сразу конечно побежала все купила поэтому вязь есть не переживаем вязь есть все но что-то она не такая вязь как раньше это кот ну что мы посмотрели эти секаси шмекаси бабины значит матки кейки и и это ли не прелесть да это просто такой такой бальзам на душу такой удар по кошельку моему и такая вера в людей в человечество которые готовы вот так вот свои какие-то вот такие эксклюзивные запасы вот такие вот эксклюзивные запасы до дарить абсолютно незнакомому человеку я имею ввиду да мы общаемся по интернету мы никогда в жизни друг друга не видели вот такая замечательная дружба которая из питера тащила мне мои сколько там получается 300 грамм пряжи ручной клади и вот так сильно мне хотелось хлопковую носочку что я вот это что такое это кашемир вот что я накупила целых три матка вот то что мне надо как это сейчас отсчитываться в пляжной бухгалтерии девки и дают посраки мне так надают просто ну ладно ладно что мы где наши не пропадали да вы же видите я же вижу она же не лежит опять 55 пар носков за месяц это же вам извините меня будем вязать будем наслаждаться я сейчас вообще решила что знаете что я решила что носочную пряжу я покупать не буду пока не будет так 3 ма . извязала ну понятно что будут остатки не в ноль а в принципе 3 ма . извязала и только один можно купить ну потому что у меня уже много носочной пряжи и она вся такая замечательная особенно когда приходят вот такие вот подарки их много я вам показала вы посмотрели ой это я не знаю из всего же хочется вязать вот все сейчас подавай все подавать ну вот из чего-то хочется очень сильно но при этом жалко то есть допустим вот из этих макков конечно мне хочется обязательно не безумно жалко ну вот из этого точно я буду вязать вот этот я оставлю пока в коллекцию потому что ну вот вот кому-то как раз а то достанется да вот вот свежи носки я их носить не буду я их поставлю в рамку и они у меня будут стоять вот эти носки понятно то есть праздничное настроение новый год джингл баллс тудым-сюдым конечно будут носиться вот только в эти праздники потом убираться стираться тихоньку убираться и как бы все и не дышать на них знаете в общем я надеюсь вы со мной порадовались я надеюсь вы злостно не завидовали только по-доброму только по-доброму вот и я надеюсь я надеюсь вам понравилось видео потому что ну пряжа ну она такая замечательная ну как это может не в общем да все всех люблю всех целую пока